Уважаемые братья, сёстры, сегодня помилится Аллаху Субхану Хуа-Та'але. Закончим эту тему, которую начинали с позапрошлой джумы. На прошлой джумы побольше времени взяли час, но это не хватило, чтобы закончить эту тему. Но эта тема Маудуа была у нас связана с такфиром, с теми вещами, которые выводят человека из религии. И с теми людьми, которые на сегодняшний день, как мы сказали, на языке у некоторых людей по незнанию, обвиняют верующего человека в неверии. То есть мы напомнили и сказали нам всем, напомнили всем, как это опасно. На первой джумы, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, относился в таких ситуациях, как он себя вел. На прошлой джумы привели мы слова ученых, что они говорят по этому поводу. То есть какие есть условия для того, чтобы человека верующего назвать неверующим. То есть какое-то опасное действие, какое-то опасное дело. Также тот же хадис пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, «Ман калал али ахихи кафир, фа кадба абиха ахадухума». То есть тот, кто сказал своему брату, он неверующий, то оно просто так, это слово не останется. Если он неверующий, он будет неверующим. Если он верующий, то оно вернется к этому человеку. Также мы сказали, «Ва ман кафара ахаху каэннаху каталя». Тот, кто сказал своему брату, ты неверующий, подобно тому, как будто он его убил. Потому что мы сказали то, что за словами неверия, если человека обвинить в куфре, обвинить в неверии, сказать, что он кафир, сказать, что он неверующий, что подразумевается то, что в этой жизни за него дуа просить нельзя. Если он уйдет, он не получает наследство. От него наследство не берут. Его в кафир не заворачивают, не моют. За него из тагфар дуа не делают. Вместе с мусульманами не хоронят на могиле. То есть, поэтому здесь, потом, если в этой жизни ему сказали слово куфр, кафир, то это слово поднимается в махкана, поднимается в суд, в шариатский суд, где ученые рассматривают это и так далее. То есть, это очень такое серьезное слово. Поэтому некоторые, не задумываясь, это говорят, особенно на людей, которые молятся, на людей, которые постятся, которые выплачивают закат, по какому-то действию, по своему невежеству, по своему незнанию, называют того. То есть, легко это стало на сегодняшний день. Это кафиры, это мусульки и так далее. Ученые говорили, имам Малик, вот одни слова. То есть, если в человеке, например, по всем его действиям, 99% из 100, все его действия не верят, куфр, но есть 1% хотя бы, за что зацепиться, за его имам, за его сказать, что он верующий, 1% из 100%, то мы должны судить по этому 1%. Также мы сказали то, что Аллах, субхану и салам, у нас не требует с нас то, чтобы судить людей, то, что в их сердцах. То есть, послание к Аллаху, саламу и саламу сказал, мне Аллах, субхану и салам, не повелевал раскрывать сердца людей и смотреть, что в их сердцах. Поэтому Аллах, субхану и салам, сам знает, если человек, есть какие-то у него действия и так далее, в этом есть неверие в судный день, Аллах, с него спросит сам Всевышний, Аллах, субхану и салам. Опять же, если человек неверующий, чтобы обвинить его неверие, не мы с вами сказали, говорим, что он неверующий, что он кафир, а это поднимается на совет ученых. «Фасэлю ахля зикри, инкунтум ла та'аламун, сивишн Аллах, субхану и салам, говорит, спрашивайте о владателе знаний, если вы не знаете». То есть, великие ученые, как они к этому подходят, месяцами рассматривают вопрос, потом уже только уже все эти условия, одно из условий, как мы говорили на прошлой хутбе, об этом как раз почти весь вааз был, это то, что на сегодняшний день многие люди даже делают, какие-то действия неверия по незнанию. По незнанию, субхану и саламу, они делают, они думают, что это можно, это нельзя, то есть, это действие выводят из религии. В этом случае нельзя ему сказать, что он неверующий, нельзя сказать, что он кафир, и мы привозили, долили из Кур'ана, из сунны посланника Аллаха, саламу алейкум ассалям. На сегодняшний день хотелось бы остальные, привести, то есть, основные действия, если человек сделал, даже если он сделал большой куфр, мы сказали, что он делится на два вида, куфруль асгару и куфруль акбар, то есть, большое неверие и маленькое неверие. Мы сказали то, что маленькое неверие не выводит человека из ислама. То есть, это каждое действие, когда человек делает какое-то действие неверие, Он думает, что оно не выведет его из ислама, оно не выводит его из ислама. Это раз. Второе, какие примеры мы сказали? То, что когда человек сильно оплакивает, пророк Мухаммад сказал, то есть когда человек сильно оплакивает, там себя бьет, растерзает, когда человек умирает, в некоторых народах это есть, когда человек умер, специально он оплакивает. Это куфр, сказал посланник Аллаха. Но это куфр Асгар, маленький куфр, который не вывозит человека из религии. также куфр когда человек клянется не с именем Аллаха, то есть многие тоже на сегодняшний день клянутся там, клянусь мамой, клянусь этим, клянусь тем поэтому это у любого ученого спросите, это что, пророк салалаллаху сказал, это куфр, но это не куфр асгар, маленький куфр, маленькая неверия после этого ему нужно сделать, понять, что это нельзя клясться ничем, никем, кроме Аллаха и сделать таба просить, он не выходит из религии также мы сегодня расскажем, что такое куфр акбар, что такое большое неверие которое человека может вывести из религии, поэтому нам нужно быть здесь, мы должны быть предупреждены, мы должны знать то есть есть такие действия они великие, являются большими миналькадайр, не просто из больших грехов, а из тех грехов, которые выводит человека из религии но опять же, если он сделал это по знанию если все вот эти вот условия были соблюдены против него тогда только он выходит из религии мы сказали то, что прошлый, на прошлый джума говорили то, что про джагль, то, что невежество человек делает какие-то действия по невежеству с него Аллах сказал в Коране, я не наказывал до тех пор, пока и к нему не дошел посланник увещеватель, пока до него не дошла информация и приводили примеры также одно из действий, когда человека, если он даже делает действие неверия, нельзя назвать его неверующим, это когда человека заставили сделать что-то Амнар бин Ясир, помните историю Амнар его маму на его глазах убили Сумайя, его отца Ясир и потом его, когда Мушрик Курайш, когда над ним издевались хотели его убить, сказали ему в одном риваете сказали, что скажи, что скажи, что эти идолы лучше, чем Бог Мухаммада то есть лучше, чем Аллах в другом риваете его даже сказали, поругай пророка Мухаммада и он это сделал и потом приходит пророк Мухаммада и расстроенный весь посланник Аллаха я сделал такое действие, я сказал, что идолы лучше, чем Аллах, я поругал его посланник Аллаха, то есть расстроен, кается и тогда пророк Мухаммада и Аллах сказал расскажи мне, что было в твоем сердце в тот момент, когда тебя мучили на тобой издевались и ты произнес слова неверия О посланник Аллаха, мое сердце было спокойствие веры то есть я был верующим сердцем и тогда Аллах не спасал аят То есть, Аллах, Субхану Талли, не спасла аят, где Всевышний Аллах, Субхану Талли, сказал, то, кто сделал куфр, не веря, после того, как был верующим, но если его сердце было спокойно на вере, то с него нет спроса. И тогда посланник Аллаха, Субхану Талли, сказал, если они еще раз тебя заставят это сделать, опять это сделай. То есть, еще раз поругай меня и также откажись от Всевышнего Аллаха, Субхану Талли, и скажи, что их идолы лучше, чем Аллах, Субхану Талли. Также, когда человек какое-то действие делает в тот момент, когда он теряет рассудок, когда у него нет рассудок, то есть он сумасшедший, или когда он несовершеннолетний, маленький ребенок, что-то сделал, действие неверия, с них нет спроса. Как приводится от Аиша, Радаллаху Анхе, и от Умара, Радаллаху Анхадис, посланник Аллаха, Субхану Талли, сказал, поднято перо, то есть не записывается греха на том человеке, которому спит, пока он не проснется. То есть человек, например, сделал все действия, чтобы проснуться на утренний намаз, поставил будильник и так далее, но так он сильно устал, проспал намаз, фард, то, что Аллах приказал, это и Аллах, Субхану Талли, дал ему возможность сначала поспать. На нем нету. Но если он специально не ставит будильник и так далее, говорит, я спал, это уже нет. То есть от человека, который маленький ребенок, до тех пор, пока он не достигнет половой зрелости, на нем нету греха. И от сумасшедшего человека, который потерял разум, до тех пор, пока ему не вернется рассудок, на нем нету спроса. Что касательно, также мы сказали, сукр, то есть пьяный человек. Мы знаем, что алкоголь является большим грехом. Но опять же, если человек завершил этот грех, он не выходит из религии. Если же какое-то он действие сделал, когда был в опьянении, здесь есть хиляф между учеными, между разногласиями, между учеными. Если это было сильное-сильное опьянение, то есть он потерял рассудок, тогда с него спроса нет. И тут приводится хадис длинный, имам Бухари привозит в китаб Аль-Хумс, в книге Хумс, номер хадиса, если кому-то интересно полностью его прочитать, 3091 хадис, 3091 хадис, имам Бухари привозит в китаб Аль-Хумс. Приводится про Хамзу, рада Аллаху Аня. История была. Али ибн Абиталиб, посланник Аллаху, подарил ему две верблюдицы. Только когда он женился, Али, рада Аллаху Аня. И он договорился с одним иудеем, чтобы на этих двух верблюдицев, он как бы, тот иудей платит ему за это деньги, он как бы запрягает эти верблюдицы его товарами, его вещами, и как бы доносит до его дома. То есть, опять же, только женился человек, барака, ризк, халяль, тиджара. В тот момент Хамзу, рада Аллаху Аня, это, конечно, до того, как Аллах запретил алкоголь. Знаете, что алкоголь, хамр, три этапа было запрета. До того, как Аллах, суххану Аня, запретил, Хамзу, рада Аллаху Аня, будучи мусульманином, сидел в фильме «Чилище Шараб», на том месте, где распивали алкоголь. И оставил Али, рада Аллаху Аня, привязал эти две верблюдицы, отошел. И тогда была одна из Джария, то есть, одна девушка говорила стихи, рассказывала стихи Хамзе, рада Аллаху Аня, Хамзе, рада Аллаху Аня, асаду Аллаху, алифа Аллаха, субхану Ата'Aля. То есть, как ему это понравились стихи, он взял эти две верблюдицы, зарезал, вытащил из них печени и сказал, это тебе подарок за такие красивые стихи. В этот момент Али, рада Аллаху Аня, пришел посланник Аллаха, и рассказал об эту историю. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, очень огорчился, очень огорчился на Хамзе, почему же он так сделал, и пошел с Зейда ибн Харифа к нему на этот межрис, где он сидел Хамзе, рада Аллаху Анга. И тогда, когда они зашли, им разрешили пройти посланнику Аллаха, салаллаху алейсалям, фабаза ялюмаху, фасааада хамзаннадзра финнаби, салаллаху алейхи вассалям, вафи алигин, и тогда он начал его говорить, зачем ты это сделал, я Хамзе, что ты натворил? И тогда Хамзе, рада Аллаху Анга, поднял взор на пророка, салаллаху алейсалям, и на Алия аби Талиба, и сказал «Хал антум илля абидун ли аби?» Слова не верят. Вы оба, то есть Хамзе, рада Аллаху, дядя пророка, салаллаху алейсалям, дядя Алия аби Талиба, вы оба являетесь всего лишь рабами моего отца, то есть Абу Талиба. Вы оба всего лишь являетесь моего отца, Абдульмут Талиба. И тогда, субханаллах, эти слова не верят, рабы человека, рабами Абдульмут Талиба. И тогда пророк, салаллаху алейсалям, как поступил? Постанек Тогда пророк, салаллаху алейсалям, ушел, понял, что он опьянен, ничему, ничто ему не ответил, на следующий день он ему просто выставил счет за две эти верблюдицы, то есть гарама, этот штраф. Якулю ибн Хазам, Ибн Хазам, Раду Аллаху, Раду Аллаху, Раду Аллаху говорит, когда они записываются к человеку действия, это хата, когда он сделал что-то по ошибке. Аят в Коране, Аллах, субханаллах, зафиксировал аят в сурат-ль-Бакара, где мольба верующих, когда мы всегда обращаемся к Аллаху, о Аллах, не спрашивай нас, не наказывай нас за то, в чем инна сина, если мы что-то забыли или мы ошиблись. Посмотрите опять милость Всевышнего Аллаха, субханаллах, то есть, когда человек просит дуа у Аллаха, о Аллах, не наказывай нас, если мы что-то совершили по ошибке или мы что-то сделали и забыли, и в сахих приводится хадис, пророк, саллаллаху, где Всевышний Аллах говорит, я это уже сделал, я это уже сделал, то есть, так и будет, так и будет, не буду вас наказывать, если вы что-то сделали по ошибке. Милость Всевышнего Аллаха, субханаллаху, если бы Аллах, субханаллаху, каждого по ошибке бы тут же наказывал, как в Коране сказал Всевышний Аллах, на этой земле ни одного позучива существа бы не осталось, ни одной души бы не осталось. Также история, помните, тот человек, который потерял свое верблюдо, на котором было все его богатство, и когда он его нашел, и тогда Просланник Аллаху, саллаллаху, приводил пример и сказал, То есть, Аллах, субханаллаху, еще больше радуется, когда человек просит у Аллаха покаяния, чем тот, который потерял свою верблюдицу вместе со своими всеми принадлежностями, своими богатствами, и что он сказал по ошибке? То есть, нашел свою верблюдицу и обрадовался, до того он обрадовался, что ошибся и сказал, О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь. Слова не верят, когда Аллаху говорят, но он был радостным, он по ошибке сказал, и Аллах, с этого человека нет спроса. Также приводится хадис от приводится хадис достоверный Всевышний Аллаху не спрашивает человека, если он что-то совершил по ошибке, по забывчивости, или то действие, где его заставили это совершить, когда его заставили совершить. Также следующий пункт, за что нельзя человека, даже если он сделал действие неверия, нельзя его сказать, что неверующий, какое ему оправдание, это тауэль, это когда человек по-своему делает свой тафсир на то или иное, то есть интерпретация, когда он по-своему понимает это. Каля ибн вазир, рахмахун Аллах, ибн вазир сказал, поистине те, кто делает свою интерпретацию, свой тафсир, они не являются неверующими. потому что в их сердцах ни в каком количестве нету неверия. Вообще, если даже они не думают, чтобы этим действием, своим тафсиром, они совершат неверие. Поэтому здесь приводится также история Кудама приводит хадис Рава Хумейду Накиля Ахкам Куртуби приводит где историю Кудама ибн Мадзун Радаллаху Анаху этот посланник был сахаба, сподвижник посланника Аллаха который вместе с посланником Аллахом был на битве при Бадре, был на битве при Ухуде, был на битве при Хандаке, битва Урва. Во время правления Умар Радаллаху Анаху Кудама ибн Мадзун Радаллаху Анаху он прочитал аят где Всевышний Аллах говорит нет спроса нет греха на тех людей которые были богобоязненными и уверовали и делали благие дела нет спроса в том что они принимают в пищу и здесь он подумал что из этого аята свой Тафсир сделал подумал что алкоголь халаль то есть я себя посмотрел я уверовал я вместе с посланником Аллахом был на битве при Бадре при Ухуде при Хандаке то есть значит на меня спроса нету если я буду пить алкоголь и здесь и он понял что можно распивать алкоголь если ты верующий богобоязненный потому что Аллах говорит нету спроса на том который был богобоязненным делал благие дела уверовал нету спроса в том что они принимают в пищу это было во время правления и тогда его положение дошло до рассказали Умар Абн Хаттабу Умар Абн Хаттаб позвал его к себе и сказал как ты пьешь алкоголь почему ты пьешь алкоголь на что отвечает он сахаба который сподвижник посланник Аллах который был при Бедре при Ухуде при Хандак но он неправильно понял аят Умар Абн Хаттабу спросил как ты пьешь алкоголь он говорит алкоголь хамр халяль давайте чуть-чуть остановимся и подумаем если бы сейчас человек верующий который читает намаз выплачивает закат постится и сказал алкоголь хамр халяль что бы ему сказали каждый сам себя пускай спросит как ты говоришь Аллах как ты говоришь халяль другой человек скажет он не знал как не знал он намаз читает как он не знал он постится все он кафир он вышел с религии Аллах запретил он разрешает а это сахаба который жил вместе с посланником Аллаха был на битве при Ухуде при Хандак при Бедре был молящимся видел как аяты не спосылаются он говорит Умар Абн Хаттабу правителю мусульман алкоголь халяль тогда Умар Абн Хаттаб смотрите опять же сказал кто сказал что халяль как халяль то есть опять же не понял он он тогда сказал между мной и тобой есть книга Аллаха и привел этот аят нету спроса на тех кто уверовал творил благие дела было богобоязненным он говорит я с пророком был на Бедре был на Ухуде был на Хандак я уверовал я делаю благие дела поэтому мне разрешено Умар Абн Хаттаб не поспешил его сказать назвать его кафиром и так далее тогда он сказал позвал ибн Аббас великий ученый который знал Тафсир и тогда позвал его чтобы он ему объяснил и тогда он сказал хави хави лаая он зиля лимян габара что сказал что этот аят неспослан от тех людей которые уже ушли из жизни до того как Аллах запретил алкоголь то есть если они уверовали были богобоязненными но до того как пришел запрет на хамар они выпивали хамар но при этом и были богобоязненными молились это про этих людей и тогда он понял и оставил хамар оставил алкоголь и тогда он понял что он этот аят неправильно понял по-своему понял и тогда он ему объяснил тот оставил этот грех и понял что хамар харам то что алкоголь это харам также оправдание человеку если он совершил какое-то действие неверой то есть неспособности то есть оставил какое-то дело например оставил намаз у него не было на это способности это совершить то есть помните мы на прошлый джома говорили то есть в хабаше были мусульманы Аллах не спосылал аяты запрета не спосылал аяты обязательства но они не выполняли так как это до них не дошло и у них не было возможности переселиться к пророку саллаллаху алейхи вассалям и те сахабы которые поняли что есть посланник Аллаха он в Медине и они не смогли сделать переселение к посланнику Аллаху и пример здесь Наджащи Фатэву Кубра приводит в 12-ом томе 211 страницы его пример он сказал то есть тот кто подобный Наджащи то есть он же был в Эфиопии он принял ислам но приводится в Муслим он был правитель Эфиопии когда он умер пророк будучи в Медине прочитал за него намаз Джаназа погребальную молитву и сказал всем сахабам сегодня сегодня умер праведный человек из Эфиопии читается из-за него погребальную молитву Джаназа и приводится то что он многие здесь в их исламе не делал приводится то что он не читал намаз он не постился не выплачивал закат но у него у него нет не было возможности переселиться к посланнику Аллаха саллаху алейхи ассалям мы сказали также разъясним что такое большой куфр то есть мы знаем что иман делится на три части это иатикаат кауль и амаль это когда человек сердцем верит когда словами подтверждает и действия есть большой куфр куфр акбар то есть это те действия которые человека выводят из религии и шариат говорит то что человек неверующий который вышел из религии он вечно в аду вечно в джаханнам и оно бывает убеждением словами и сомнением куфра бель иатикаат когда человек убеждением не верует например мы сказали когда он человек думает что Аллах есть компаньон то что есть какой-то второй господь которым можно поклоняться от этого Аллах возвышен от всего словами мы сказали это когда человек ругает Аллаха ругает посланника Аллах ругает маляйка ругает религию то есть пускай это например он даже ругает в шутку но он знает что это нельзя делать все равно это куфр который вывозит из религии поэтому очень на сегодняшний день много есть вот в некоторых народах наверное кто-то замечал анекдоты связаны с судном днем с ангелами с Аллахом пусть даже если это в шутку кто-то делает и знает что делать нельзя это куфр поэтому всех нужно предостеречь и сказать даже человек если не знал теперь он должен знать что даже в шутку нельзя что-то говорить ругать посланника Аллаха религию судный день у некоторых много анекдотов про судный день господь посмотрел там Аллах посмотрел даже если в шутку человек сделал не зная он выходит из религии если на него худжа приводится Аллах не послал аят те люди которые издевались над религией Аллах не послал аят где Аллах говорит вы об Аллахе и его знамениях и его посланники издевались не оправдываетесь вы не уверовали после вашей веры этот аят был не способен когда вы приходили мимо пророка люди издевались в шутку и тогда они сказали о посланник Аллаха мы всего лишь шутили и тогда Аллах не спасла аят теперь уже не оправдываетесь даже если в шутку вы не уверовали действием неверия когда человек совершает поклон кому-то чему-то помимо Аллаха дуа просит у кого-то помимо Аллаха делает человеку поклон делает идолам поклон это действия куфр акбар Аллах в Коране говорит ни в коем случае не поклоняйтесь ни солнцу ни луне а поклоняйтесь только Всевышним Аллаху который сотворил их если вы ему поклоняетесь то есть если вы считаете себя верующим шесть видов есть основных куфр больших это первый куфр если что присядьте пожалуйста что братьям которые сзади вас они не видят кто-то понимает по жестикуляции и так далее куфр акбар первый вид большого неверия это куфру неверие лицемерство Аллах в Коране говорит поистине лицемеры неверующие на самом дне ада это как Абдулла ибн ибн но опять же здесь вопрос задается если человек все три качества лицемеры в нем есть как сказал пророк сказал три качества лицемера когда он говорит он жжет если ему что-то доверили он не восполняет это доверие и также если что-то он пообещал он не выполняет это то даже если все в нем качества есть с ним как к нему обращаться обращаться как с верующим человеком если он говорит и далили на это пророк мухаммад знал что но обращался к нему как с мусульманином и даже после того как он умер пророк читал почему потому что Аллах нас не спрашивает чтобы раскрыть сердца людей и посмотреть что в их сердцах Аллаху ведомо только это это первый куфру нефаq второй это большой куфр большой неверие второе большое неверие куфру когда человек отворачивается от знамения Аллаха от аятов Аллаха куфр отворачивания отдаляется это когда человек своим сердцем и своим слухом не хочет слушать хадисы не хочет то есть отдаляется мне это не надо и так далее от посланника Аллаха и не подтверждает его слова то есть не верит в него в посланник Аллаха Всевышний Аллах сказал в Куране это книга Куран разъясняющая разделяющая аяты коронические арабские на арабском языке для тех людей у которых есть знания это книга Куран она та книга которая радует то есть радует верующих людей то что он зайдет в рай то что у него в этой жизни будет жить в благе и предупреждающиеся предупреждающие то есть та книга которая предупреждает если человек сделать такие такие-то грехи то за этим это это будет и в судный день ему будет это 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 Всевышний Аллах говорит и многие из людей отдалились отвернулись и не хотят слушать также Всевышний Аллах говорит про неверующих Всевышний Аллах говорит сказали они неверующие поистине наши сердца закрыты запечатаны когда им приводятся аяты запечатаны закрыты от того к чему ты нас призываешь о Мухаммад в наших ушах глухота между нами и тобой преграда ты делай и мы будем делать ты свои дела делай и мы свои дела будем делать то есть отдалились не хотят слушать наставления от пророка также куфру на этот далиль какой еще Аллах в Коране нух алейсалям приводит нух алейсалям слова где он говорит нух алейсалям обратился ко Всевышнему Аллаху и говорит о Всевышний Аллах каждый раз как я призывал свой народ для того чтобы ты просил их призывал к религии они затыкали свои уши своими пальцами закутывались в одежды настойчиво стояли на своем и были высокомерными то есть не хотели слушать это куфр иррад также Аллах в Коране говорит где говорят говорили куфар своим братьям говорили то есть не слушайте не прислушивайтесь к этому Корану и опровергните его отдалитесь от него следующий третий вид неверия большого неверия куфру истикдар истикдар это неверие посредство высокомерия и упрямства человека бывает человек по высокомерию не хочет верить не хочет поклоняться Аллаху есть люди которые своими сердцами и своими языками подтверждают истину посланника Аллаха истину религии но однако они высокомеруются как куфры иблис как иблис то есть он уверовал он назвал Аллаха Рабби мой Господь он знает что он Господь но он от высокомерия не поклонился всевышним Аллаху где всевышний Аллах говорит иблис он слушался высокомерился и стал неверующим был из неверующих как фараон по своему высокомерию отдалился от религии всевышнего Аллаха где он сказал когда пришел Мусс фараон и Харун я буду поклоняться я буду верить двум людям то есть Мусс и Харуну в тот момент когда их народ нам поклоняется то есть зачем я это буду делать высокомерие это народ где всевышний Аллах говорит народ не поверивал перешел все границы по своему высокомерию четвертый вид большого неверия куфруль-акбар куфруль-джухуд это куфр когда человек неблагодарно относится ко всем милостям которые Аллах дал то есть он отрицает знамения всевышнего Аллаха это есть люди которые сердцем понимают что Мухаммад он истинный посланник Аллаха религия это истина но своим языком он не подчиняется своим действиям не подчиняется то есть у него есть некое такое вот он неблагодарен всевышнему Аллаху опять же как фараон всевышний Аллах в Коране сказал они не поверили и посчитали себя выше чем знамение Аллаха субханова то есть это опять же они сделали себе во вред всевышний Аллах то есть сами и себе навредили из-за своего вот это вот посчитали. То есть, после того, как они поверили, что это истина, то есть, возгорделись и себя выше посчитали, чем знамение Аллаха Субханава Та'аля. Также Всевышний Аллах в Куране говорит, когда им пришло то, что они познали, они не уверовали в это. То есть, они уже познали, что это хак, что это истина. Также Всевышний Аллах Субханава Та'аля сказал обращаясь к посланнику Аллаха, «О посланник Аллаха, о Мухаммад!» Поистине они, вот эти люди неверующие, они не столько обвиняют тебя во лжи, сколько они отрицают знамения Всевышнего Аллаха. То есть они не столько тебя обвиняют во лжи, о Мухаммад, они знают, что ты хак, что ты истинный, но они именно отрицают знамения Всевышнего Аллаха. Куфр-джухуд. Следующий пятый вид куфра – это куфр-тагзиб, когда человек делает какое-то неверие, считая ложью. Но это мало бывает. Почему? Потому что, аль-хамду-ля, если человек прочитает, грамотный человек, кому Аллах дал акл, прочитает Кур'ан, посмотрит на творение Всевышнего Аллаха, прочитает хадисы, он поймет, что это хак, истина, и тогда поверит. Ну, пример здесь, какой пример? Когда человек, Аллах, например, в Кур'ане говорит, что есть ад, есть рай, есть ангелы, человек говорит, нет ангелов, нет ада, нет рая. Кто это видел, кто туда ходил и так далее. Нету джанна, нету рая. Также рафидиты, рауафид, они посчитали, провергли слова Аллаха, не поверили. Они что сказали? Они сказали, что все сахабы, астахфорулах, неверующие, кафиры, кроме шести сахабов. Также сказали, все жены, они неверующие, кроме хадиджа, рафидиты. И в тот момент, когда Аллах говорит, поясни, Аллах доволен всеми теми верующими, которые передали себе присягу под деревом. То есть, всеми сахабами Аллах доволен, они говорят, нет, Аллах, субхану на Таиле, так говорит, как бы Аллах недоволен, Айша, субхану на Таиле, они не поверили в слова Аллаха, и последний, шестой вид неверия, большого неверия, кафру шак, это когда человек сомневается, сомневается, сомнение, неверив посредством сомнения. Но опять же, если человек будет долго читать Куран, будет задумываться о создании Аллаха, то есть, как он все сотворил, этот, иншаллах, выйдет в его сердце, это сомнение выйдет. И здесь пример, помните, сурат-эль-Каф, когда было два брата, у них был, дал Аллах, субхану на Таиле, им сад, где Аллах в Коране говорит, «Вадахала жанната, ва хуа залиму линавсихи, каала ма азунну антабида, хаави хаави абада, ва ма азунну сааата кааимата, ва ла иррудитту, ила раби ла аджиданна хайра минха мунгалаба». То есть, когда один брат, когда увидел свой сад, говорит, то есть, ему ничего не постигнет, я как бы, «И я сомневаюсь, что наступит час, что наступит судный день, скорее всего, он не наступит». И тогда его брат ему сказал, «Кала лау сахибу, ва хуа юхаавируху, а кафарта биллази халака ка мин тураб?» И его брат сказал, то есть, у него всего лишь были сомнения, на азунну, он сказал, «Я думаю, что не наступит судный день». То есть, сомнения, засомневался, его брат сказал, «Ты не уверовал в того, который сотворил тебя из земли?» То есть, здесь опять же, далиль на то, что есть еще куфр, то есть, когда человек сделает неверие посредством своего сомнения. Но опять же, братья, в консисте всего этого задается вопрос, если человек засомневался, сделал один из больших видов неверия, куфра, может ли он стать мусульманином? Да. Если все вот эти пункты будут, если он по незнанию сделал, если он по забывчивости сделал, если он по ошибке сделал, если у него свой тавсир был, если он, его заставили это сделать, если у него не было рассудка, если он ребенок, если он был сильным, то есть, потерял свой рассудок и так далее, то в данном случае он не считается, нельзя сказать, он кафер. Опять же, если все эти условия будут соблюдены, то есть, он сделал это, как сказать, там, полностью как бы понимал, что это куфр и так далее. Опять же, если он сделал, опять же, этот вопрос его поднимается к ученым и не нам с вами судить, потому что, опять же, я могу, например, с кем-то пообщаться или брат может с кем-то пообщаться, например, он по-своему поймет это, а ученые, они все долили, приводят, полностью собирают из-за лета щупа, все сомнения, которые в нем есть, они удаляют это, стирают, снимают с него и потом только они уже советуются, целые ученые собираются по его вопросу, потом только выносят решение. Поэтому, да, Аллах, таким образом, мы еще вас завершили в трех вот этих проповедях, о чем мы хотели сказать, донести. На сегодняшний день очень много есть таких людей по незнанию, одного, второго обвиняют в неверии, в куфре, в ширке и так далее, называют его мучриком, называют его кафером. Мы должны сказать, что есть разница между куфр, вот такфир, есть разница между неверием и назвать человека неверующим, есть разница между фиск, вот такси, есть разница между человек совершает грех, он совершил грех, и обозвать его фасиком, обозвать его грешником, есть разница между человек совершает какое-то беда, какое-то ношество и назвать его мубтадя, и назвать его бедаатчиком, назвать его тем человеком, который делает постоянно беда, и так далее. Это разные вещи. Поэтому, иншаллах, беру Всевышнего Аллаха, свидетеля, иншаллах, что опять же, вот эти на протяжении трех худб, на протяжении трех уазов, не отбыло ради Аллаха, чтобы напомнить нам и окружающим. Пускай Аллах соберет нас всех, как здесь собрал Джаннат-Ульфирдаус, чтобы Аллах приумножить нам наши знания, простить нам Аллах соберет наши грехи, иншаллах.